ДВХАП.РУ Наш главный сегодняшний шедевр это Тсицай Акимона, Рак Отшельник и Крак. Почему мы выбрали именно эти предметы из всего многообразия в выставке? Тсицай Акимона это движущиеся фигурки. Иногда их использовали как сувениры, но иногда их использовали как священную нишу, помещали какие-то предметы. Тсицай Акимона это самоходящий Акимона, то есть движущийся Акимон. Тсицай Акимона, если брать грубо, то это движущаяся шарнирная игрушка. Интересна она тем, что когда наступила эпоха Мэти, новое правительство упразднило класс самураев. И после этого огромное количество мастеров, которые изготавливали оружие и доспехи для самураев, они остались без работы. Чтобы как-то остаться на плаву и как-то продолжать жить в достатке, они стали заниматься изготовлением дзицай Акимона. Поэтому дзицай Акимона, они выполнены из бронзы. Раньше эти мастера делали катаны для самураев, теперь они стали делать дзицай Акимона. Почему шарнирные движущиеся Акимона? Потому что мастера, которые раньше изготавливали доспехи для самураев, они знали секрет шарнирности этих доспехов. Потому что доспехи самураев – это металлические пластины, наслоенные друг на друга. Эти металлические пластины скрепляли шнурами. Но когда стали изготовлять дзицай Акимона, шнуры, как шарниры, они не подходили сюда. И производство пошло дальше, и изобрели металлические шарниры. Этому крабу больше ста лет, но при этом он до сих пор шевелится. Да, у него двигаются клешни, у него двигаются конечности. То есть он до сих пор подвижен, несмотря на то, что столько лет уже прошло. К сожалению, я не могу вам это продемонстрировать. Но даю честное слово, когда я делала эту выставку. Он подвижен, он тяжелый и подвижен. Потому что он тронзовый. До сих пор каждая конечность, она абсолютно спокойно, как по маслу двигается, ничего не заедает. И опять же, это...